Подобная 1 гривна может стоить порядка 1000 долларов. Суперфортовая монета, а и фактически это была бы уже пробная монета. Друзья, в прошлом видео я показал, какие монеты на этой неделе выставлены на продажу на интернет-площадке Виолити. И можно их прикупить к себе в коллекцию или для инвестиций, так как цены на них только растут. И в инстаграм вы бы попросили, чтобы я показал их не только на фото на площадке, а еще и вживую. Ну что ж, друзья, я с радостью покажу вам эти раритеты в этом видео. Цены на некоторые больше 1000 долларов. И мне удалось подержать некоторые в руках, а что-то у меня в коллекции так и осталось. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, так как у меня регулярно проходят розыгрыши подарков среди подписчиков, которые оставляют комментарии. Ну что, поехали! Суперфортовая монета, Аверс Аверс, 50 копеек, 1996 года. Чеканилась на Луганском станкостроительном заводе на магнитной заготовке. И считается пробной, так как заготовки не латунные, а магнитную. Цена от 3500 гривен до почти 7000, в зависимости от состояния монеты и спроса на нее в данный момент. Дальше у нас заготовка под 1 гривну. Вот так она выглядит вживую и довольно круто смотрится в альбоме. Тут мы видим их две штуки и в разных металлах. Стоимость за одну может составлять от 2000 гривен за штуку. Следующее. Вот дорогая заготовка 1 гривна уже с гуртовой надписью. В те годы тестировались разные шрифты на гурте. И фактически это была бы уже пробная монета. А они были 1992 года на гурте 1994 и 1995. Также такие редкости растут зачастую в цене очень-очень хорошо. Дальше монета 15 копеек 1992 года. Вот так вот она выглядит. Да-да, это не миф. Это реальная очень редкая монета. Это номинал, который сократили. Но были выполнены пробные экземпляры на разных заготовках. Давайте немножко вам расскажу. Первая пробная партия монет 15 копеек была сделана из латуни. Не более 30 штук. Вторая партия сделана на патронной стали. Это порядка 300 штук. Моя монета как раз покрыта латунью. Ее иногда называют патронная сталь. И еще небольшая партия была чеканена из нержавеющей стали. Чеканку производил начальник инструментального производства. Их около 10 монет. Представьте сколько может стоить такая монета. Цена зависит от состояния и спроса в конкретный момент времени. Это от 10 тысяч гривен до более чем 20 тысяч гривен. Также я еще показывал вам серебряные 25 копеек. Которые сейчас выставлены на Виолите. Но к сожалению у меня нет таких 25 копеек. Я вам покажу 1 гривну в серебре. Были такие хулиганские монеты. Выполненные оригинальными штемпелями. Но на заготовках из драгоценных металлов. В данном случае из серебра. Подобная 1 гривна может стоить порядка 1000 долларов. Номинал 25 копеек. Я думаю может стоить от 5000 до 7000 гривен. Дальше у нас заготовка под 15 копеек. Она выглядит вот так. И стоимость ориентировочно до 500 гривен. В целом такие заготовки вырубались в большом объеме. Но пока мы почему-то на рынке не видим продажи этих заготовок массово. Поэтому цена на них довольно так и держится в районе 500 гривен. Дальше у нас 1 копейка 1994 года. Она выглядит вот так. И бывает вариант, что она встречалась в наборе 1996 года. Вот такую вы сейчас видите перед своими глазами. Цена на нее от 4000 гривен. Кстати, если у вас есть такая монетка, предлагайте мне ее в инстаграм. Я покупаю такие монеты. Ссылки на вот эти лоты, которые я вам показал, рассказал, я оставлю обязательно в описании. Переходите, посмотрите за сколько они продадутся. Чтобы быть в курсе вообще рынка цен по монетам Украины. По редким и дорогим монетам Украины. А если досмотрели видео до этого момента, начинайте свои комментарии с фразы «бабки в шапку». Это как обычно наш флешмоб. Ну что ж, до встречи в новом видео. Всем пока, друзья.